Кул инна ни хаданий раббим Иля сиратим мустакимин Дина киямам Дина киямам Миллата Ибрахима Ханифам Ва ма кана минал мушриким Проект Салев Туба Представляет Инна الحамдалиллах Нахмаду ванастааину ванастаагфирух Ва науузу биллэхи мин шурурі анфусина Васай'ати ааамалина Ваман яхдиху Аллаху фалаамудилла лах Ваман юдлил фалахадя лах Ашхаду ла Илля Аллаху Вахдаху ла шарикалах Вашхаду анна Мухаммадан Абдуху варасулу Салла Аллаху алихи Ваалі альхи ваасхабихе Ажма'ин амма ба'ад Продолжаем нашу лекцию по книге «Запреты языка» и дальше автор говорит Из запретных вещей для языка – это насмехаться над другим человеком, умоляя его достоинства и показывая неуважение к нему. Однако, если это относится к близкому другу, если он является его близким другом, чтобы поднять ему настроение или что-то подобное этому, то в этом нет ничего плохого, если он будет шутить с ним в умеренных количествах. Мин махарим и лисани ан яктумал инсану фадлаллахи та'аля алейхи. Также из запретов языка, когда человек скрывает милость Аллаха над ним. Какао ли ба'ады суали, например, когда его спрашивают и он отвечает «У нас нет еды», а на самом деле это не так, а на самом деле это неправда. Скрывать милость, которую дал им Аллах, недопустимо. Сказал Всевышний И они скрывают то, что Аллах дал им из своей милости. Поэтому человеку недопустимо скрывать милость Аллаха над ним. Мин махарим и лисани муфсидатун ли хулуки зауджатиби ан юбагидуга фи зауджиха хава айдан асин. И также из запретов языка, когда человек добивается того, чтобы муж ненавидел свою жену. Тот, кто сет раздор между мужем и женой, является грешником. Мин махарим и лисани тахби бульмар ати аля зауджиха из запретов языка, это наговаривание на женщину или на жену перед ее мужем. И в саду хулуки аля зауджиха, наговаривая на нее перед ее мужем. Ахраджа Абу-Дауду бисанадин сахихин ан аби-хурейрата. Абу-Дауд передал с достоверной цепочкой передачи от Абу-Хурейры, да будьте доволен им Аллах. Анна-Набия, салаллаху, али-васалям, قال то, что пророк, салаллаху, али-васалям, сказал. Не из нас тот, кто наговаривает на женщину перед ее мужем или раба перед его хозяином. То есть тот, кто наговаривает так, чтобы она была ненавистна своему мужу. Тогда пророк, салаллаху, али-васалям, сказал. Не из нас тот, кто наговаривает на женщину перед ее мужем или раба перед его хозяином. Также из запретных вещей для языка хадатайствовать за тех, кто совершил преступление, за которое Аллах назначил наказание. Это такие преступления, как отрезание руки вору, избиение пьяницы и клеветника, и побивание камнями, прелюбодея и прелюбодейки. За такие преступления хадатайствовать не разрешается. И в сахихе передается хадис от Аиши, да будет доволен ее Аллах. Что курешиты были обеспокоены женщиной из племени Бану Махзум. Которая украла во время битвы при Фатхе. Произошла кража. Украла женщину из племени Бану Махзум. Это один из самых уважаемых и знатных родов среди курешитов. Они из домов чести и благородства в Куреше. И это тревожило курешитов. И они боялись, что ей отрубят руку. И они сказали, кто будет говорить с посланником Аллаха, салаллаху, и хадатайствовать перед ним. Они сказали, никто не может поговорить с посланником Аллаха, салаллаху, кроме хиб, ибн аль-хиб. То есть кроме хиб, сын хиб. Хиб, ибн аль-хиб, это Усама, ибн Зейд, ибн аль-хариха. Ради Аллаху та'ала анху. Да будет доволен им Аллах. И Усама пришел к посланнику Аллаха, салаллаху, и поговорил с ним. И пророк, салаллаху, спросил его. Ты заступаешь за кого-то в наказании, установленном Аллахом. И пророк, салаллаху, упрекал его за это. Затем пророк, салаллаху, встал и обратился к людям. Погибли те, кто был до вас. Потому что если воровал кто-то из знаты, то они оставляли его. А если воровал из бедных, то они применяли к нему наказание. Кляну с Аллахом, если бы Фатима, дочь Мухаммада, украла, то Мухаммад отрубил бы ей руку. Место, где нужно обратить внимание, ты заступаешь за кого-то в наказании, установленном Аллахом. Заступничество в вопросах наказания запрещено. Человеку не дозволено заступаться за кого-либо в наказании, установленном Аллахом. Религиозные науки, такие науки, как фикх, например, исламское право. Авторы здесь имеют в виду науку, которая исцеляет сердца и облагораживает поведение. То есть эти науки должны изучаться исключительно ради довольства Аллаха, ради лика Всевышнего Аллаха. Недопустимо изучать эти науки с дурным намерением. Например, ради заработка денег, получения почестей и высокого положения и тому подобное. Но если человек изучает эти науки, чтобы защитить себя от несправедливости, то ему не запрещено это делать. А даже наоборот, он заслуживает дополнительную награду. Не дозволено делать свой покров, то есть свою честь, свою репутацию, доступным для всех. Не дозволено говорить кому-то, я открыл тебе свой покров, то есть свою честь, свою репутацию. Говори обо мне, что хочешь. Это запрещено, потому что ты делаешь дозволенным то, что Аллах запретил. И Всевышний говорит «Инна амвайлякум аградакум алейкум харамун». Поистине ваше имущество и ваша честь должны быть для вас столь же священными. «Честь является священной, и человеку не дозволено делать дозволенным то, что Аллах запретил». Тебе дозволено простить то, что уже произошло, сказав «Я прощаю тебя за то, что ты обо мне сплетничал в прошлом». Но не дозволено тебе разрешать ему посягать на твою честь в будущем. Это недопустимо. И Базар передал в своем муснаде, то есть в своем сборнике, и также передал Ибн Сунни в своей книге под названием «Действие дня и ночи», то, что Пророк, салал Аллаху, сказал. «А разве не может каждый из вас быть подобным Абудамдаму?» Они сказали, «О посланник Аллаха, кто этот Абудамдам?» Он сказал, этот человек, который каждое утро говорил, «О Аллах, я подарил свой покров», то есть я подарил свою честь тому, кто меня обидел. Этот человек не сделал свою честь доступной для всех, но каждый день он прощал того, кто посягал на нее. И это дозволено. Я дозволено тебе прощать каждый день того, кто посягал на твою честь в прошлом. Но недозволено говорить кому-то, «Я разрешил тебе посягать на мою честь в будущем». Это недопустимо. Также воспитатель, который воспитывает детей, переходя границы, установленные Аллахом. Он воспитывает детей, используя непристойные слова и поступает неприлично, и это не разрешается. Он с этим совершает грех. Если, например, он ругает отца ребенка, он с этим также совершает грех. Также человеку недозволено быть защитником или адвокатом для того, кого он знает как предателя или угнетателя. Адвокатура известна. Это представление интересов, когда вы нанимаете человека, чтобы он представлял вас в споре. Но человеку недозволено защищать того, кто, как он знает, является угнетателем, предателем или лжецом. Это недопустимо. Основываясь на том, что представление интересов в споре допустимо, но если вы знаете, что этот человек, которого вы представляете, является угнетателем в этом вопросе, то вам не позволено спорить за него. Потому что Аллах Всевышний говорит И не будьте защитниками предателей. Вам не позволено спорить за предателя. И Аллах Великий также говорит И не спорьте о тех, кто обманывает самих себя. Таким образом, защищать угнетателей и лжецов недопустимо. Это является запрещенным для языка. Толкование снов в основе допустимо для тех, кому Аллах Всевышний даровал знание об этом. Как это было открыто Аллахом, пророку Юсуфу, мир ему. И пророк Мухаммад, салаллаху, также толковал некоторые сны. Кто был удостоен знания Аллаха Святого и Великого в этом, то есть в толковании снов, тому разрешено это делать. Но если человек не знает, ему не следует толковать сны. Потому что Аллах Свят Он и Велик говорит Хвастовство родословное также относится к запретам языка. И передает мусульман в своем сахихе Четыре вещи в моей уме осталось из дел джайли, то есть из времени невежества, не оставляет их. Это гордиться своей знатностью, порицать происхождение, оплаковать покойного и просить о дожде через звезды. И знатность или знатное происхождение – это то, что считается гордостью отцов. И хвастовство в таком виде недопустимо. А что касается слов пророка, я пророк, то есть я являюсь пророком, и это не ложь, я сын Абдул-Муталиба. И пророк сказал эти слова, чтобы заявить о себе и сообщить людям, что не боится, когда мусульмане оказались в трудном положении во время битвы при Хунейн. Ва валят иблюхум, ва нафарат нуфуран шадидан, и верблюди мусульман павернулись и разбежались. Фа инна набия, салаллаху, алей ва салам, ламма хаббат овади Хунейн мага фаджри, когда пророк, салаллаху, алей ва салам, спустился в долину Хунейн с рассветом. И хаввазан устроили засаду, хаввазан это арабское племя, хаввазан устроили засаду в ушелях гор и были в тигровых шкурах, и они внезапно напали на мусульман, и верблюды мусульман испугались и разбежались. И пророк, салаллаху, алей ва салам, спустился со своего сейдового мула, ва сабата субута льджибали расихаты, и пророк, салаллаху, алей ва салам, остался стойким, как крепкие горы. Стрела и метательное оружие пролетали мимо него справа и слева. И он сказал, я пророк, это не ложь, и я сын Абдул-Муталиба, салаллаху, алей ва салам. Затем, место битвы имеют свои собственные правила. И в них допустимо то, что недопустимо в других случаях. И поэтому пророк, салаллаху, алей ва салам, говорил о походке Абудуджана Симак ибн Хараша аль-Ансари. Да будет доволен им Аллах в битве при Охуде. Абудуджана, ради Аллаху та'аллаху, кана набию, салаллаху, алей ва салам, фигазвати Охудин, кад ахраджа сейфа мин гимдихи ва кайлах. И Абудуджана, да будет доволен им Аллах, пророк, салаллаху, алей ва салам, во время битвы при Охуде, вынул меч из ножен и сказал, Кто возьмет этот меч по праву? И каждый из этих мужчин попросили от пророка, салаллаху, алей ва салам, чтобы он дал им этот меч, то есть мужчины попросили о нем, но он не отдал его, пока не пришел Абудуджана, Симак ибн Хараша аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, который является одним из речерей ансаров, и сказал, Ма хаккуху, я Расул Аллах, какое у него право, о посланник Аллаха, каля, и посланник Аллаха, салаллаху, алей ва салам, ответил, Чтобы ты сразил им врагов, пока не покоряться, каля, И он сказал, Я взял его, о посланник Аллаха, салаллаху, алей ва салам, Он взял меч и пошел с раскачивающейся походкой, радуясь тому, что ему вручили меч посланника Аллаха, салаллаху, алей ва салам, И пророк, салаллаху, алей ва салам, сказал, клянусь Аллахом, что это такая походка, которую Аллах ненавидит. Клянусь Аллахом, что это такая походка, которую Аллах ненавидит. Кроме как, в этом случае, То есть, когда это вызывает раздражение врага, когда эта походка вызывает раздражение врага. Такие ситуации имеют свои собственные правила. Один из запретов языка, когда ты оскорбляешь человека, когда ты ругаешь человека больше, чем он оскорбил тебя. И муслим передает в своем сахихе хадис от Аби-Хурейри, да будет доволен им Аллах то, что пророк, салаллаху, алей ва салам, сказал, «Двое оскорбляющиеся друг друга, ответственен тот, кто начал первым, если только второй не превышает меры в ругании». И слово «альмустабан» — это оскорбляющиеся друг друга. Это двое, которые оскорбляют друг друга. И поэтому оскорбляющиеся друг друга — это оба человека, которые оскорбляют друг друга. И чтобы не сказали они обе в ругании, ответственен тот, кто начал первым. Это тот, кто начал первым из них. Если только второй не превышает меры в ругании, в основе оскорбления мусульманина недопустимо, это порочный поступок, это дурной поступок, как об этом сказал пророк, ругать мусульманина. Это порочный поступок, это дурной поступок. Однако, если кто-то тебя оскорбляет или ругает, ты имеешь право ответить, потому что всемогущий и великий Аллах говорит, Нет порицаний тем, которые мстят после того, как с ним поступили несправедливо. Если человек тебя оскорбит, имеешь право оскорбить его, но не следует выходить за пределы разумного и лгать, оскорблять его лживо, это недопустимо. Упоминается следующее слово имам ибн Аль-Араби, да помилует его Аллах в его книге «Правила Кур'ана» «Когда он комментирует слова Всевышнего, так кто же покушается на вас, покушайтесь на него». И он сказал, если кто-то оскорбил тебя, оскорби его, то есть тот, кто покушается на твою честь, ты тоже покушайся на его честь. И оскорби его. Но не выходи за рамки и не оскорбляй его отца и братьев. То есть, если кто-то тебя обидел, ругал, оскорбил и тому подобное, ты имеешь право ответить ему. И значит, ему ты можешь отвечать только на его обиду, но не переходить к оскорблению его отца, братьев или родственников. Это не разрешается. И если он сомневался, то не отвечает ложью на ложь, так как грех не искупается другим грехом. Из запретов языка напоминания человеку, если он сильно разгневан на Аллаха и его посланника из-за испытания и тому подобное. Он должен избегать напоминания, если его напоминание приводит к дурному поведению по отношению к Аллаху или его посланнику. Гнев – это вдохновение от шайтана. И гнев может привести к дурному поведению по отношению к Аллаху или к посланнику Аллаха. И перед ним не упоминять имя Аллаха и его посланника, потому что гнев – это вдохновение от шайтана. И он может привести к дурному поведению по отношению к Аллаху или к его посланнику, чтобы человек не попал в зло. Иншаллах, здесь остановимся. Чтобы не пропускать новое видео, подписывайся на наш канал и нажимай колокольчик. А для тех, кто желает поддержать наш проект, пополнить свою копилку благими делами, оставляйте комментарии, делитесь нашими видео, зарабатывайте награду вместе с нами. Посланник Аллаха, дабы васовитого Аллаха приветствует, сказал, «Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его». Жазакам Аллаху Харин.